Фестиваль И сегодня в медиа-центре Витерской области на пресс-конференцию мы пригласили организаторов форума, которые расскажут о программе фестиваля и ответят на все вопросы представителей СМИ. Глеб Александрович Лапинский, генеральный директор Центра культуры Витерс, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витерске. Татьяна Адамовна Савицкая, директор Витерско-областной филармонии. Юлия Александровна Харкевич, директор Национального академического драматического театра имени Якуба Колоса. Александр Васильевич Григорьев, директор Белорусского театра «Лялька». Татьяна Александровна Старинская, директор Витерского областного краеведческого музея. Владислава Анатольевна Цвики, актор и организатор фестиваля уличного искусства «На семи литра». Мы эту пресс-конференцию посвятим той огромной программе, которая уже сформирована. Почему здесь сидят мои коллеги, руководители наших учреждений культуры? Потому что многие говорят, что фестиваль уже не тот. А я отвечаю, что фестиваль «Славянский базар» — это единственный в мире фестиваль, который еще как тот. Потому что когда-то прекрасным человеком Марьям Мареновым было придумано вместе с Роденом Басовым такой посыл «фестиваль-фестиваль». И сегодня «Славянский базар» по большому счету — это и театральный фестиваль, и филармонический фестиваль, и кукольный фестиваль, и выставочный фестиваль, и уличный фестиваль. И все это вмещается в том бренде, который мы на протяжении трех десятков лет растим. Радио-медиахолдингом Российской Федерации мы проводим на сцене летнего ангитеатра еще одну интересную франшизную историю — это русское радио на «Славянском базаре». И этот медиахолдинг впервые будет представлен вот таким автономным большим проектом — это будет как раз-таки молодежная история. Виртозы испанской гитары и танца соединились вместе, объединились не только чтобы подарить нам радость, но и чтобы выступать в память в честь Папо де Лусье. Так вот, кто из вас неравнодушен в Фламенте, в Испании, в Барселоне и в Даре, в милости просим к нам 15 июля. То, о чем пока неизвестно. В этом году совместно с Витебским областным приличным музеем наш театр сделает показ «Усадили Сравнёва». Будет премьера спектакля, посвященная Илье Рухимовичу Лизину. Расскажите, пожалуйста, в каком виде в этом году будет работать театральная лаборатория «ГИДИС»? Будут идти занятия по актерскому мастерству, по сценической речью, по сценическому движению. И в том числе будет разбор пьесы, методов действия и анализа. В этом году решили камни разбирать. 14 июля театр Санкт-Петербурга – детский драматический театр. Детский драматический. Это не кукольный, но и не взрослый драматический. То есть они работают для детей. Очень известный, популярный театр в Санкт-Петербурге. Планировано более десяти поистам. Давайте расскажем нашим коллегам-журналистам подробнее об источной программе. Российская Академия Художеств привезет выставку «Две усадьбы, две судьбы» – это «Сдравневая пината», «Смоленская крепость» и «Витинская ратуша». Они показывают выставку «Города с тысячелетней историей». Шоу, которое начнется на День города и продолжится на Славянском базаре Николая Челнокова. Мы в этом году с радостью говорим, дорогие кронщики. Приезжайте в отец и приходите на КВН Славянском базаре. Очень надеемся, что в дальнейшем у нас станет хорошей традицией и видеть будет не только Центр притяжения константной культуры, но и Центр притяжения международного Союза. Ну, как всегда, стихия «Семи литров» – это почти непредсказуемая ситуация. Там очень мало зарабатывают денег, но очень много коллектива и хорошего настроения. В этом году у нас открывается новая площадка. Это площадка на Марка Сити. Там будут и драматические спектакли, и очень много ярких и няшек перформансов. «Семи литров» «Семи литров» «Семи литров» «Семи литров» «Семи литров» «Семи литров» По-светски мэр, по официальному председателю Витебского городского исполнительного комитета Николай Валерьевич Орлов Сегодня наш республиканский большой пресс-тур Николай Валерьевич, вы приветствуете Они сейчас выставятся и зададут все интересующие вопросы Рад вас видеть в городе Витебске Я понимаю, что вы приехали сюда не просто с новостями А чтобы получить заряд хорошего настроения, солнечной погоды И немножечко знать о том, что было, будет и непременно исполнится Всех интересует исторический центр Поэтому, конечно же, определенное внимание будет уделяться улице Суворова и Толстого И ее покрошению, к тем люкам, которые были расписаны в прошлом году Они уже немножко подоскатались Новые краски, новые идеи, мысли будут нанесены И уже, в принципе, это происходит Если вступите на улицу Суворова, то увидите Во всяком случае, Витебск, он многогранен и он бесконечен И ограничивается только лишь центральной площадой Бледний официатр, Славянского базара Наверное, было бы неправильно Спасибо вам большое Или на время, спасибо Есть в центре культура, очень хорошая сувора Мы не умеем сделать пол А я еще тоже всегда делаю Друзья мои, прям причины Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!